Тема, которая актуальная практика открытия корпоративных счетов в банках Эмиратов в 2023 году. С вами сегодня наш спикер, руководитель банковской группы Иван Тиханенок. Добрый день, уважаемые гости. И моя постоянная соведущая, модератор сегодняшнего мероприятия Софья Гурова, старшая юрист компании AmazMid. Мы рады вас приветствовать. Пожалуйста, проставьте плюсики, то, что вы нас слышите и видите. Если у вас какие-то технические сложности, тоже напишите, пожалуйста, об этом в чат. Мы вам обязательно в этом поможем. Очень будем рады, чтобы в ходе беседы вы нам задавали вопросы. Мы с удовольствием на них ответим, подискутируем с вами. Ну, а если будет вопрос немножечко личного характера, тогда мы с вами переведем это уже в частную беседу. Так что очень ждем вашей обратной связи по всем вопросам. Также хочу вам напомнить про наш YouTube-канал и наш Telegram-канал. Пожалуйста, подписывайтесь, и в скором времени вы увидите наш текущий вебинар там же. Итак, Иван, давай мы с тобой снова проговорим про любимые всеми нами Эмираты. Да, в этом году мы уже провели не один вебинар, посвященный Объединенным Арабским Эмиратам, компаниям, которые там регистрируются, особенностями Эмирата. И, безусловно, не первый вебинар, посвященный открытию банковских счетов в банках Арабских Эмиратов. Почему такое внимание к этой стране? Я уже не раз про это говорил, всем нам это понятно. По сути, Эмираты остаются, наверное, не побоюсь это сказать, единственной площадкой, которая и кажется, и является основательной, внушительной, респектабельной в плане сферы финансовых услуг, финансового сервиса и надежности банковской системы. Именно поэтому в этом текущем вебинаре, который проходит у нас в самую середину лета 2023 года, за это, кстати, вам, наши уважаемые гости, отдельное спасибо, что в столь отпускные недели и месяцы вы решили присоединиться к нам и послушать наши очередные мысли по поводу того, как мы будем дальше жить с Эмиратскими банками. Спасибо за ваше время, которое вы нам уделяете. Мы попробуем разобрать нашу практику, которая сложилась в 2023 год. Этот год принес немало открытий банковских счетов, чему мы искренне рады, чему рады наши клиенты. И наряду с парой общих вводных слайдов, опять же, мой любимый идеальный клиент в Эмиратах, обожаю этот слайд, типовые требования и прочее, мы пройдемся по примерно полудюжине эмиратских банков, где мы открывали и открываем счета нашим клиентам. Что эмиратские банкиры хотят на данный момент, что они требуют, попробуем предсказать, что они будут хотеть в ближайшие недели или месяцы. Да, приступаем. Почему, собственно говоря, Эмираты, Иван? Да, безусловно. Почему Эмираты? Отчасти я уже сказал в своем небольшом предвступлении, что Эмираты на данный момент, в моем понимании, я называю это площадка, плюс площадка, даже Эмираты, все равно в среднесрочной перспективе, это то место, то место финансовой силы, где продолжают работать, продолжают ждать новых клиентов из России. За последние годы, особенно полтора последних годов, мир существенно изменился, с русским паспортом стало сложно вести бизнес, стало сложно заводить новые деловые контакты, стало сложно проводить международные сделки, международные транзакции. К сожалению, эпоха этих сложностей не заканчивается, во многом она продолжает усиливаться. То есть нет какого-то такого взрывного санкционного роста, который был в прошлом году, тысячи санкций, сотни ограничений и прочее. Этот год показывает практику, что стали более следить за их соблюдением и, на мой взгляд, это гораздо более опаснее для бизнесменов, бизнес которых связан с Россией, у которых есть потребность во взаимодействии со странами всего остального мира. Итак, что же у нас в Эмирате на данный момент? Безусловно, это новый, молодой, действительно молодой, это менее 25 лет, а то и 20 финансовый центр, который сформировался буквально на пустынном берегу и в итоге сейчас представляет такое звездное собрание ведущих банков, финансовых служб, некой финансовой структуры, которая успешно развивается на улицах Дубая, Абудаби, Шаржа, Аджмана. Вторым по списку и, наверное, первым по значимости является то, что политические власти страны, политические власти Объединенных Эмиратов и политическая элита очень адекватно оценивают процессы, происходящие в мире. Стараются поддерживать некий взаимовыгодный нейтралитет с основными игроками на международной арене и пытаются сохранять как минимум нейтральные, как максимум дружественные отношения как с Россией, так и с Китаем, США, со странами ЕС. Это очень важно. Здравый подход в политической сфере сейчас превалирует над всеми экономическими преимуществами тому или иного места, финансовые силы, с которыми мы привыкли работать за последние десятилетия. Финансовые сервисы Европы, они нисколько не ухудшились за последние годы. Сингапура, Гонконга, Великобритания, США, но по политическим соображениям для нас, для вас они стали практически недоступны. Третий момент, который привлекает массу клиентов в Эмираты, это стабильная экономика, стабильный курс национальной валюты. Последнее особенно важно. Наряду с Эмиратами мы, не только мы, многие консалтинговые компании России работают, допустим, с Турцией. Хорошая страна, интересные решения, но настолько волатильная экономика, настолько лихорадочный курс национальной валюты, что это постоянно вызывает какие-то сложности. У Эмиратов это нет. По сути, в Эмиратах мы имеем привязанный курс Дирхама к основным мировым валютам, которые меняются практически раз в год. Это очень удобно, это позволяет заранее оценивать свои траты, расходы, хеджировать валютные риски. Это важно. Четвертый момент, это надежнейшая банковская система. Именно надежнейшая. Я очень не люблю, проработав 23 года в банках, говорить про надежность, потому что, как я всегда смеюсь, самым непотопляемым кораблем 20 века был Титаник. К сожалению, он утонул в первом плавании. Природа не любит ничего абсолютизированного. Но, тем не менее, Эмиратские банки, пока Эмиратская банковская система, она славится тем, что там не было ни одного банкротства или отзыва лицензии у местного банка. Я это постоянно подчеркиваю. Со времен обретения страной независимости такого пока не было. Да, банки постоянно сливаются, укрупняются, исчезают какие-то названия, но они не банкротятся и не теряют лицензии. Это стоит дорого. Если брать сугубо мое банковское направление, мою банковскую тематику, что мы имеем в плюсе, выбирая компанию в Эмиратах и открывая счет в Эмиратах? Имеем такую вещь, как совпадение юрисдикции компании, где компания создана, и юрисдикции банка. Эта вещь ценится, несмотря на все изменения внешнеполитические, санкционные и прочее. Компания открылась и пошла, ну как бы возникла на свет, была зарегистрирована и пошла открывать счет в местном банке. В принципе, это выглядит очень уместно, очень здраво, и Корбанки, международные Корбанки смотрят на это с большим одобрением. Банки ОАЭ предлагают своим клиентам полный спектр услуг. Несмотря на то, что ОАЭ страна мусульманская, и некоторые банки работают с соблюдением правил исламского банкинга, опираясь на правила шариата, есть целый ряд банков, скажем так, более светского характера, который оказывает клиентам, новым клиентам, пришедшим туда из США, Великобритании, Европы, ряд услуг, которые им привычны, традиционные, которые у них востребованы. Это и управление пакетами ценных бумаг, это и приобретение новых бумаг, это инвестиции, обмен валюты, кредитование, несколько измененных форм, но тем не менее. То есть все то, что вы привыкли получать, работая ранее в других регионах планеты, вы можете получить в Объединенных Арабских Эмиратах. Плюс, эмиратские банки в своем большинстве это достаточно крупные финансовые институты, там первые топ-3, их активы измеряются сотнями миллиардов долларов, небольшие банки это 10, 15, 20 миллиардов долларов, что тоже очень и очень немало. Это отсутствие лимитов на переводы, это низкая стоимость банковских транзакций, это счета в основных валютах, которые востребованы по всему миру. Ну и плюс такой завершающий момент, эмиратские банки весьма-весьма внимательно относятся к сохранению той информации, которую им доверяют клиенты. Сейчас, за последние годы, мы в шквале новостей, новостей в основном таких военно-политических, мы позабыли, что и в Европе, и на Карибских островах все десятые годы происходили такие звездные утечки. То утекало что-то у регистраторов, то по Европе гуляли лихтенштейнские досье, которые там немецкая налоговая умудрялась вытаскивать из банка в Швейцарии лихтенштейна. На моей памяти, да и я так немножко посверхивал тоже в общедоступных источниках, я пока не встречал данных о каких-то крупных утечках информации по клиентам эмиратских банков. Это, кстати, тоже вещь такая очень хорошая. То есть эмиратцы пытаются сохранять остатки банковской конфиденциальности, которую разорвали за последние годы. Руководствуясь всем вышеперечисленным, надеюсь, у вас сложилось, особенно для новых наших слушателей, некое представление, почему стоит идти в эмиратские банки, чем они интересны нашим клиентам. И сейчас я хочу поговорить, чем интересен клиент такому типовому эмиратскому банкиру. Это мой любимый слайд. Те, кто смотрит не раз наши вебинары, может быть, какие-то даже коллеги, которые с нами не работают, наверняка улыбнутся. Потому что я его таскаю из вебинара в вебинар, уже посвященный восточной тематике, постоянно. Ну, нравится мне этот слайд, нравится то, что на нем изображено. Так что же такое идеальный клиент для восточного банка? В данном случае мы говорим про эмираты, но во многом это можно отнести и к банкам соседних стран. Первое, что хотят видеть банкиры, это наличие бизнеса у клиента, бизнеса действующего и им понятного. И второе, это, безусловно, наличие денег у клиента. Клиент без денег на востоке мало интересен, хотя, в принципе, положу руку на сердце, клиент без денег вообще мало интересен в любом банке. На востоке, на западе, на юге, на севере. Что мы имеем, работая с банкиром при открытии счета и обсуждая бизнес клиента? Здесь две составляющие. Первое и самое важное, если клиент может показать, что его бизнес как-то связан с эмиратами, у него есть партнеры. Отлично. Так как масса российских бизнесменов уже не просто перевела транзакции в эмиратские банки, но и перевела некие логистические операции, какие-то операции идут на внутреннем рынке. То есть, показать наличие каких-то там складов, перевалочных мощностей, объектов недвижимости в эмиратах, это очень-очень большой плюс при открытии счета. Это действительно очень серьезный ощутимый плюс. Второе, что хотят видеть банкиры, неважно, какой это банк в эмиратах, это наличие, назовем это домашнего бизнеса, клиента. Этот бизнес может быть в любой юрисдикции. Да, это может быть Россия, это может быть вне пределов России. В идеале, если этот бизнес совпадает с названием вашего бизнеса в лицензии вашей эмиратской компании. Если вы занимаетесь там, не знаю, картоном, лесом, материалами где-то в России, в Польше, в Грузии, тогда здорово. Если у вас, допустим, ваш домашний бизнес связан с IT в эмиратах, вы занимаетесь торговлей лесом, ну, придется достаточно сложно и нудно объяснять банкиру, почему так. Вот этот момент надо действительно учитывать. Правая часть слайда. Деньги. Все упирается в деньги. Что хотят видеть банкиры от своего идеального клиента? Первое. Они хотят видеть на счетах компании клиента или личном счете бенефициара компании сумму достаточную, чтобы закрыть требования банка по неснижаемому остатку на счете после его открытия. Это как минимум. Если сумма будет больше, банк только порадуется. Второй момент, что они хотят видеть, это участие клиента в дополнительных продуктах банка. Будь то инвестиционные продукты, страховые, ну, все, что позволяет банку генерировать ощутимую дополнительную прибыль по клиенту. Участие в таких продуктах для клиента, ну, особенно в страховых, не всегда выгодно. Там своеобразные страховые продукты, на мой взгляд. Инвестиционка там более интересна, хотя не столь там доходно, как там ваш основной бизнес, чаще всего это бывает. Но участие в этих дополнительных продуктах, предлагаемых банком, также существенно повышает шансы на открытие вашего счета. А в некоторых банках служит, ну, будем считать, что многим обязательным условием для входа в банк. Я чуть позже расскажу, в каких банках это условие соблюдается особенно строго. Так, последний слайд. Мы будем заканчивать теорию, перейдем уже к конкретным банкам, чтобы вас не томить. Что традиционно требуют банкиры при открытии счета? Ну, здесь целый ряд пунктов, как вы видите. Все достаточно традиционно. Загранпаспорт, резидентская виза, подтверждение дохода бенефициара там в любом виде. То есть первые три графы, они простые. Далее, подтверждение бенефициара и подтверждение наличия бенефициара о местопроживании в Эмиратах. Подтверждение это договором аренды и коммунальными квитанциями. То же самое касается офиса. Это надо соблюдать. Все банки в Эмиратах требуют подтверждения, что у бенефициара есть арендованное или собственное жилье на территории Объединенных Арабских Эмиратов. То же самое касается офиса компании. Эти моменты обойти нельзя. Резюме бенефициара. Ну, здесь все достаточно просто. Далее мы переходим к моменту, на котором у меня была сломана куча копий с клиентами. Это выписка по персональному счету бенефициара, либо по счетам его компании. Основное место, где ломается копия, это 6 месяцев. Выписка должна быть за 6 месяцев. Чаще всего из-за этого у нас идут споры. И вот хвостик этой выписки, то есть финальная дата, на которой она заканчивается, на эту дату должны быть средства в достаточном объеме, чтобы банкир видел, что после открытия счета эти средства могут быть сразу же релацированы на новый счет в Эмиратах. Ну, сразу же имеется в виду месяц-полтора. По выписке должно быть видно, как данная сумма сформировалась. Особенно это касается персонального счета бенефициара. То есть дивиденды, отчисления, зарплата, просто вот, знаете, 6-месячная пустая выписка, а потом договор займа, ну, не лучший вариант, говорю сразу. По компании то же самое. Надо, чтобы были транзакции, было понимание, что у компании есть деньги. Маленькая хитрость. Я прекрасно понимаю, что на счетах компании редко кто держит какие-то крупные суммы, они все в работе. Ну, поймайте какую-то дату, когда у вас был приход от клиента. Банк, банкир выписку будет просить обновлять, там, обычно, к моменту открытия счета. Ну, не обязательно что-то там калькулировать и держать эти деньги. У вас упал крупный приход от клиента, который закрывает эту сумму, закрывая требования по неснижаемую остатку. Ну, покажите эту выписку по такую дату. То есть вопрос будет закрыт. Далее тоже у меня вот несколько пунктов, на какое бы я хотел обратить внимание. Я бы хотел обратить внимание на пункт, который стал добавлять недавно. Бизнес-план. Этот момент вы, клиенты, практически никогда не готовите. У меня такое ощущение иногда бывает, что кредиты в российских банках не получает никто. Которые очень просят подробно расписать, что, как, куда, откуда. Вот, по сути, данный бизнес-план, он может очень-очень существенно облегчить работу вашего счета, открытие вашего счета в разы. То есть, по сути, это квинтэссенция, компиляция того, что готовите либо вы, либо мы с вашей помощью, когда вы даете нормальный объем информации нам, понимая, кто, куда, зачем, кому и как платят. И у банкиров, по сути, лежит некий такой роудмэп перед ним, который не надо дергать из 10 мест. Это тоже постоянно раздражает банкиров. Мы как бы не раздражаемся, а банкиры раздражаются, вечно ставят это нам на вид. Но что-то забывают, у них десятки клиентов. Наличие бизнес-плана позволяет закрыть массу вопросов. И вот если есть такая возможность, я всегда предлагаю клиентам, либо сажайте своих ассистентов, пусть они это пишут, если есть умеющие писать это правильно, либо давайте нам нормальный объем информации, мы сделаем это сами. Вопросов закрывается мало. По сути, бизнес-план, подкрепленный качественной выпиской, это как билет, просто билет на вход в банк, в моем понимании. Все остальное это техника. Договоры джайли, там прочее, прочее, это смотрится один раз, ставится галочка и все, про это забывается. Вот сочетание бизнес-плана и хорошие качественные выписки с подтверждающими документами, ну это просто вот поворот ключа, который открывает нам вход в тот или иной банк. Ну, безусловно, что ваша деятельность не санкционная, вы не в списках ПЕП или каких-то других либо списков. Это вот предельно вкратце для тех коллег, кто еще с эмиратами, для наших гостей, кто с эмиратами не сталкивался и кто только собирается или присматривается к тому, как делаются там дела, что надо подготовить для того, чтобы зайти и открыть там счет. Ну, давайте теперь переходим, наверное, к самому интересному, вкусному. Пробежимся по банкам, в которых мы открывали счета за последние 7 месяцев этого года. Начнем, наверное, с очень строгого банка. Это Dubai Islamic Bank, это был первый в мире исламский банк, возникший в очень далеком 75-м году. Сейчас он второй по размерам, крупный банк, крупный интересный банк. Банк готов работать с компаниями как из FreeZone, так и... Ну, FreeZone для нас, да, они не идут, там в основном, конечно, Мэйланды все-таки идут. Давайте все-таки говорить, что это банк для Мэйландов идет, но Мэйландов готов брать с участием граждан России, то есть с российскими паспортами. Платежи из России также у них проходят, и средний депозит на счете начинается примерно от 70 тысяч долларов. Ну, это такие общие требования. Что у банка интересного? Что мы испытали, открывая там счета? Ну, глобально я туда не ставлю FreeZone. То есть все наши банкиры сказали, что они хотят работать с Мэйландами, соответственно, мы их не разочаровываем. В принципе, в DIP я стараюсь ставить только Мэйланды, потому что даже срок рассмотрения Мэйланды там достаточно большой. Ну, как я написал, два с полным месяца, он бывает по-разному, но в среднем от полутора до двух с полным месяцев они смотрят даже Мэйланды, хотя это редкость. Счета открывают сразу в дирхамах и долларах. Это удобно, это действительно хорошо. На что банк, чем банк не похож на остальные? Это пока в моей коллекции единственный банк, представители которого физически ходят проверять офис компании. То есть ходят ножками. Не просто берут там договор, просят фотографии из разных углов, вот я об этом расскажу. DIP – это всегда посещение офиса. Это надо иметь в виду. Если у вас нет реального офиса, где там стоит стол, стул, табличка, а еще лучше сидит там сотрудник другой с ноутбуком и делает вид, что работает, это стоп. Это стоп. В DIP стоит идти, понимая, что у вас есть реальный офис, где сидят в идеале реальные люди. Еще без людей можно как-то там обойтись, пока обходимся. Но вот физическое присутствие и посещение офиса – это обязательный пункт требований со стороны офицеров банка. Это вот самое основное отличие. По остальным моментам достаточно все традиционно. Очень подробно рассматриваются выписки по домашним компаниям, просят подтверждающие документы. Обязательно просят 3-5, как у меня написано, поставщиков и покупателей по уже совершенным сделкам. Если компания новая и таких сделок нет, надо давать драфты контрактов, надо показывать нечто аналогичное по своему домашнему бизнесу. То есть с абсолютно новой компанией, если у вас эта сфера особенно не совпадает с вашей домашней, в DIP зайти, ну, честно говоря, сложно, очень сложно. Требования по аренде офиса я уже сказал. На бенефициара также надо подтверждение договора аренды или собственной недвижимости, плюс коммунальные квитанции. Ну, для вашего понимания, коммуналки у меня на слайде в последней строчке, они там обзываются как «Дева, это Дубай, электрик, вот и уссорить». То есть, ну, говоря простым языком, коммунальные службы Дубая. Чтобы вы понимали. Банк хороший, надежный, интересный, открываться в нем достаточно сложно. По ряду специализированных продуктов, услуг у вас не будет возможности работать, допустим, с некоторыми производными на рынке. То есть форварды, фьючерсы – это не туда. Это не туда. Кредитование тоже будет строиться по нормам шариата, но это видно из названия банка. Но самое главное, все-таки у нас мало кто пока из клиентов, там, пользуется услугами кредитования, это наличие реального офиса, куда банкир идет ножками, и второе – это мейлант. Сам банк, в принципе, хороший, устойчивый, русских там не так много, что тоже неплохо по нашим временам. Иван, у меня к тебе все же вопрос, исходя из твоего описания Дипбанка, он прям напрашивается. А как мы можем тогда порекомендовать Дипбанк, если то, что я услышала, сроки открытия длительные, призон они не берут, депозит, будем сразу говорить, не такой уж маленький. В чем вишенка данного банка? Хороший, устойчивый и надежный, такой тяжело весящий банк, но еще дополнение к вишенке, он работает с Россией. Далеко не все банки в Эмиратах сейчас работают с Россией. Я это не раз проговаривал, не работает Машрек, не работает CBDI, городской банк Дубая. Есть сложности у некоторых банков из Абудаби. Я знаю, сейчас Ракбанк держит паузу, вообще как бы не открывая счета компаниям, которые работают, не просто которые планируют работать с Россией, а даже партнеры, которых работают с Россией. Миссер Банк, ну уже забегая вперед, платежи с Россией тоже проводит там не очень охотно, только в Дерхамах по согласованию. Дипбанк пока эти платежи проводил. Это тоже как бы повод для того, чтобы повоевать за счет в этом банке. Понятно, готовим деньги на Мэйланд, запасаемся для сужаемого остатка. Все равно поклонник Мэйландов, да, все равно ты налоговик, ты скажешь, что налоги там ввелись, а налоги будут платить все, проще сразу брать Мэйланд, не пытаясь выгадать год, пока фризоны не ушли под эти налоги. И в принципе, ну вот опять же забегая вперед, там в одном банке мы вам Мэйланд счет откроем за неделю. Это действительно так, это не шутки. То есть мы только что буквально с Софьей там пытались подхватить кейс, но клиент ушел на паузу, мы дернули банкира из отпуска, это реальное подтверждение. Ну слушайте, когда пахнет деньгами, я ответил откуда угодно, это хороший кейс, действительно хороший клиент, просто клиент там чуть-чуть задумался, он такой, иногда там впадает в задумчивость, пока вот притормозил на день. Но действительно, как бы клиенту счет нужен 2-3 дня, я ни в одном банке этого не сделаю, кроме вот как в этом небольшом банке, расскажу про него чуть позже. Уважаемые слушатели, я вам напоминаю, что мы ждем ваших вопросов, с удовольствием мы с вами все обсудим в прямом эфире. Да, если будут вопросы, задавайте, безусловно, я с удовольствием свою лекцию превращу в монолог, в диалог, это самое ценное, что у нас есть. Но в любом случае, спасибо, что вы с нами в эти юридические дни. Следующий банк, First Abu Dhabi Bank, это крупнейший банк в Эмиратах, появился в результате слияния банка залива, первого банка залива, First Gulf Bank, и национального банка Abu Dhabi. В принципе, банк по размерам оперирует активами сотни миллиардов долларов, является крупнейшим банком во всех семи Эмиратах. Банк действительно хороший, надежный, тоже такой медлительный, но счета мы там открываем, и в принципе те, кто ими пользуется, пока довольны. Остаток на счете в банке от 200 тысяч долларов, ну здесь строго не придерживаются такой вот практики, что 200 иначе счет закроем, не было ни одного прецедента. Во-вторых, можно поторговаться, можно эти 200 тысяч, допустим, заменить в некий страховой продукт, хотя страховой продукт у них своеобразный, честно скажу, по мне так лучше остаток на счете держать. Банк открывает счета как для Мэйландов, так и для Фризон, а аллергии на российский паспорт пока мы не наблюдаем, и есть открытие вот в этом году, и есть кейсы в работе через ФАБ, то есть пока все нормально. Платежи из России в Россию также доступны. По срокам открытия, ну в принципе около двух месяцев. Около двух месяцев, банкир с которым мы работаем в ФАБе, ну такой серьезный, неспешный мужчина, дело делать все хорошо, но вот так, не спеша. По требованиям. Требования по ФАБу достаточно стандартны. Что из хорошего, немножко вернусь к предыдущему, это можно сразу получать счет в дирхамах, долларах и евро. Это хорошо, это приятно. Плюс банк оказывает всесторонний комплекс по брокерскому обслуживанию клиента, что тоже хорошо. Остальные требования достаточно аналогичны. Это подробные выписки по местным компаниям с их расшифровкой, контрактами, инвойсами с двумя-тремя партнерами. Из новшеств выписки из российских, белорусских, украинских банков стали требовать живые. Не просто копии, как было ранее, требуется мокрая печать банка, плюс реально заверенный перевод на английский. Это чуть-чуть затрачивает время, увеличивает время на открытие. В принципе, вопрос решаемый. Опять же, подчеркну, касается только банков России, Украины и Белоруссии. Из хорошего. Банк готов рассматривать компанию, у которой арендован Flexi Office. При условии, что у бенефицара есть подтверждение аренды или собственности жилья в Эмиратах. Но так у всех бенефицаров оно есть по умолчанию. То, в принципе, это хороший такой шаг навстречу клиенту, потому что Flexi готовы сейчас брать все меньше и меньше банков. Я уже тоже постоянно ратуюсь за то, чтобы мои коллеги услугу Flexi предлагали все меньше и меньше клиентам. В принципе, банк хороший такой, надежный, крупный. Из сложностей compliance жесткий. Compliance действительно жесткий. И надо постоянно мониторить запросы compliance. Как я вам указал, 72 часа, то есть трое суток за это время ответ должен быть предоставлен. Иначе начнутся возмущения. Платеж может быть отправлен обратно. Теоретически, если там ряд таких ситуаций повторяется, могут закрыть и счет. Это тоже возможно. Но банк огромный, надежный. Flexi Office. Достаточно такие ощутимые преимущества. Ну, неснижаемый депозит, в нем, наверное, один из самых крупных банков, с которыми мы работаем. 200 тысяч – это ощутимо. Иван, у нас вопрос от Сергея. У него компания зарегистрирована во Фризоне. Он интересуется, как туда перевести 200 тысяч долларов. Вероятно, это касательно не только Фабанка, но и любого другого. Давай, я свой практический опыт. Нет, я, наверное, немножко не понял вопрос, что компания, о, хорошо, у вас эмиратская. Что значит перевести 200 тысяч долларов, Сергей, в эмираты? Да, я так, как я поняла, Сергей, спросите меня, пожалуйста, если я неправильно поняла вопрос, как мы переводим сумму депозита на только что открытый счет в эмиратах. А, если мы поняли именно в таком контексте, то это можно сделать двумя путями, как я уже и говорил. Либо с вашего личного счета, как бенефициара компании, открытого в любом банке мира. Здесь нет ограничений, ну, банков, исключением там России, Белоруссии, как мы сейчас вернусь. Ну, и, соответственно, Иран, там, Северная Корея, Венесуэла. То есть, если у вас есть счета в Азии, в Европе, в США, то вы можете перевести деньги оттуда. Если у вас все личные счета открыты только в России, то из российского несанкционного банка. Второй вариант, вы можете перевести этот неснижаемый остаток со счета своей, как я называл, домашней компании. Также зависит от того, где открыт ее счет. Если где-то в Европе, Азии, где нет ограничений, да, без проблем. Если Россия, то также счет в несанкционном банке. Предлагать банкиру, что вы заведете этот депозит от сделки с партнером, и партнер вам заплатит, сразу скажу, местные банкиры это крайне не любят. Вот, возможно, для ряда клиентов они делают исключение, особенно если клиент не первый счет. Но здесь логика простая. Сделка может состояться, а может и не состояться. Поэтому банкир не хочет ухудшать свои KPI, и самое главное, не хочет терять свои бонусы, которые он получает от входа в первый, когда раз происходит вот такого неснижаемого остатка. Поэтому это лучше не предлагать, не педалировать. А если все находится не в России? Ой, в России. Ну, не санкционный банк. Которые у нас остались? Нет, они у нас, самое главное, что они остались, да. То есть здесь как бы можно долго... Видишь, Соня, здесь как всегда, я тоже не всегда оптимист, знаешь, я даже больше пессимист, как всегда смеюсь, играю там роль адвоката от дьявола. Но кто-то ищет проблемы, кто-то ищет возможности. То есть возможности пока выводы из страны есть, и их не так уж и мало. Как и напрямую из России, так и используя там некие перевалочные пункты а-ля Турция, Киргизия и прочее. Это все как бы имеется. Еще у нас вопрос от Андрея. Он интересуется, как нам зайти в Фаббанк, если у него только один клиент, а не 3-5, как вот ты рекомендуешь. Например, IT-гейм-компания, которая получает все деньги исключительно от одного своего издателя-паблишера. Ничего страшного в этом нет, Андрей. Смотрите, я называю такую среднюю температуру по больнице. В среднем клиент приходит, имея некоторое количество поставщиков и заказчиков. Абсолютно верно, что у вас, особенно в сфере IT, у вас может быть действительно один глобальный заказчик, который покупает вашу продукцию или заказывает ее разработку у вас. В этом нет ничего страшного. Единственное, что если этот заказчик никак не связан с Эмиратами, ну да, это будет чуть сложнее. Но каких-то критических замечаний или санкций по клиенту, что у него 1, а не 3, 5 или 10 партнеров, не будет. Мы просто это объясним банку, что вы работаете на одного клиента. Это нормальная бизнес-ситуация. Сергей интересуется, из российского Райфайзена сейчас деньги в Эмираты можно отправить? Ну пока можно, да. Райфайзен вроде бы даже уходить передумал. Так что пока деньги ходят. И в Эмираты от них деньги ходят, и в Европу, я знаю, деньги от них ходят. То есть со стороны эмиратов, эмиратских банкиров, эмиратского комплайнса, аллергии против российского Райфайзенбанка мы не наблюдаем. А на каком основании у нас будет перевод со своего личного счета на корпоративный счет компании? Какой у нас будет соус платежа? Я так предполагаю, что это будет перевод собственных средств? Ну для банка это будет достаточно. Какие налоговые последствия юридически это влечет, это чаще ты комментируешь. Но для банка, да, трансферон фанс будет вполне достаточно. Банк это примет. Сергей интересуется, будет ли банк ждать, секундочку, 1-2 месяца, пока он накопит от клиентов денежные средства, даже если будет гарантийное письмо. Нет, гарантийное письмо здесь не поможет абсолютно. Смотрите, Сергей, здесь опять же палка о двух концах. Банк готов подождать месяц-два, не более, в основном даже месяц-полтора они просят. Но нам на этапе рассмотрения вашей заявки надо показать, что у вас эти деньги есть. Вот если мы не показываем, что их, допустим, там 200 тысяч долларов нет на счете, неважно, компания или ваша, или вас, то банкир в то, что вы их накопите, не поверит. Поэтому продается от противного. Сначала надо копить, а потом уже обращаться в банк. На перевод этих средств, на закрытие, как бы это, обязательства перед банком, да, месяц-полтора-два у вас имеется. Плюс можно переводить частями. Можно переводить, конечно, не всю сумму сразу. Ну, там, мы тоже по своим счетам, которые там есть у дружественных наших клиентов. Я просто знаю эти практики. Клиенты редко там 200 тысяч сразу кидают. 10, 30, 40, 50, там месяц-полтора это копится. Нормально воспринимают банкиры. Сергей прокомментировал, что данное денежное средство, но у него есть в другом банке Эмиратов. Здесь вообще, что говорят? В общем, проблем, да, вообще, прекрасно. Давайте выписку по тому счету в Эмиратах. Как внутренний платеж, красота. И банкир будет рад, что уже у вас где-то открыт счет в Эмиратах. Ну, не то, чтобы рад, он просто будет понимать, что вас где-то верифицировали, где-то проверили и дали вам добро на вход в эмиратскую банковскую систему. Это тоже неплохо. Сергей комментирует, что он не может же бесконечно кидать между банками. Я так понимаю, речь идет о накоплении средств на каком-то другом счете. Сколько будут ждать банки и поверят ли они, что действительно эта сумма будет накоплена. Не, ну, банки-то не поверят. Я говорю сразу, никто не поверит, Сергей. Ну, мысли здравые у вас. Вот, знаете, такая мельница времен 90-х. Вы открываете счет, а там... Ну, просто здесь весь вопрос, сколько вам надо счетов и что вы ищете. Диалетически, если у вас эта сумма где-то на счете в Эмиратах саккумулирована, то, в принципе, да, можно создать такую цепочку открывающихся счетов. Но где-то вот сзади она там спустя какое-то время начнет закрываться. Если банкир будет видеть, допустим, деньги ушли из Аджмана в ФАБ, ФАБ открыл, окей, из ФАБ они пойдут в НБД, потому что НБД видит, что они есть в ФАБе. Да, все здорово, но просто вам надо понять тогда, в каком банке вы решите остановиться. А так, да, как вариант перевода из одного банка в другой, да, это вполне достаточно. То, вероятно, тогда ФАБ не самый лучший банк в данном ключе в связи с такими серьезными остатками. Все-таки есть банки, которые требуют намного меньше остатков. Ну, зависит от того, что ищет клиент, да, кто-то ищет крупный надежный банк, кто-то ищет небольшой там банк, там, как Аджман, который на фоне ФАБа действительно небольшой. Он от этого не становится хуже, он такой же устойчивый, там, точно так же частью акционерного капитала там владеет эмир, который свои деньги в этот банк вложил, там, Эмират Аджман. Он просто меньше, да, соответственно, там требует чуть поменьше, подешевле. Зависит от того, что надо клиенту. Просто клиент часто у нас тоже бывает. Вот идем только туда. Вот нравится мне там название, понравился офис банка, да мало ли что понравилось. Зависит уже исключительно от вас, господа и дамы. Ну что ж, пока вопросов больше нету, давай поговорим об Эмират Аджман. Да, это также продолжение нашего банка, с которым мы работаем. Наверное, это самый известный банк в Эмиратах для российского клиента. Эмират Аджман, Эмират Аджман в Дубае. Занимает третье место по размерам своих активов в Дубае. Банк известнейший, надежный, удобный. Вот депозиты, кстати, там начинаются либо 50 тысяч дирхам, либо примерно 14 тысяч долларов. Если мы более меньшие депозиты, по слухам от нашего банкира, он открывал клиентов даже с депозитом в 10 тысяч долларов. Ну не знаю, не 10 тысяч долларов, а 10 тысяч дирхам. Не знаю, правда это или нет. Проверим, скоро у нас с тобой будет наш клиент. Посмотрим, сколько ему назовут депозит. Надеюсь, что он будет невысок. Для такого банка депозит действительно невысок. Банк адекватно относится к российским паспортам в структурах Мэйлендов или Фризон. Делает платежи в Россию, принимает платежи из России. В апреле по этому банку прошла информация, которая многих испугала, что банк начал сегрегировать, замораживать счета, инвестиционные счета россиян. Ну не знаю, правда это или нет. По инсайдерской информации, другие банкиров на текущий момент, как мне говорили коллеги в Эмиратах, банкиры, ни один счет не был заморожен. Не знаю, правда это или нет, но какой-то паники не произошло. И судя по тому, что с банком до сих пор никто не судится, наверное, в этом есть какое-то зерно правда. Но тем не менее, надо вот тоже так держать ухо востро, что уже первые ласточки были, что брокерские счета россиян подверглись угрозе заморозки по требованиям европейского депозитария. Евроклиф, вроде бы, счета, которые там обслуживаются, попадают под эту раздачу. Что требует Эмирейтс при открытии? В принципе, набор-то достаточно стандартный, как и по остальным банкам. То есть наличие Теннесси, наличие проживания не берут в флекси офиса. Не берут, не хотят. По офисам пока не ходят, слава богу, запрашивают фотографии. Фотографии тоже получают забавные ситуации. Мы их там будет раз по пять перефотографируем. Внутри офиса, от окна, от подоконника. Ну, вот так хотят видеть банкиры. Точно так же запрашивают подробные шифровки выписок, предоставления инвойсов, транспортной документации. Что надо учесть, направляясь в этот банк? Если ваша лицензия звучит как General Trade, это достаточно вещь, не самая распространенная, но еще попадается. Вам точно не сюда. С такой лицензией, с такой деятельностью в лицензии вас не возьмут. Не тратьте время. И нюанс, который проявляется в ходе работы, пугает многих клиентов в процессе открытия. Надеюсь, эмиратские банкиры нас не будут пересматривать. На момент открытия надо показать, что вы с Россией не работаете. Даже подписывается специальное письмо, где вы подтверждаете, что вы с Россией не работаете. Это некая дымовая завеса, чтобы открыться. Банк работает с Россией, банк проводит транзакции, но заходя туда, открываясь, для какого-то отдела банка или для отдела комплайнса, вы даете обязательство, что ваша компания не работает с Россией, не проводит сделки с компаниями внутри России, с российскими банками. Вот такой забавный нюанс. У нас вопрос от Андрея. Кстати, очень интересный вопрос. Давно с таким не сталкивался. Казалось бы, довольно примитивный. А что делать, если у клиента нет домашних компаний? Хороший вопрос. Действительно, вопрос хороший, Андрей. И на него есть ответ. Мне надо понимать, чем вы занимаетесь. Если вы, допустим, я просто фантазирую, вы, допустим, фотограф, фотохудожник, который решил выйти на международный уровень и хочет рассчитываться за свои фото-выставки, фото-произведения, продажи своих работ. Мы сделаем фриланс-лицензию. И так же мы откроем счета в этих банках. Да нет, фриланс-лицензия, кстати, это не настолько оптимистичен. Ты сама, кстати, тоже не очень любишь. Я всегда сторонник того, что делать юридическое лицо и рассчитываться через него. То есть здесь как бы включается здравая логика. Вот если тот пример, который я привел к вам, применим, да, мы тогда проведем и откроем этот кейс, опираясь на ваше резюме, места предыдущей работы и прочее. Если вы, допустим, заходите в Эмираты и открываете компанию, которая торгует цветными металлами с нуля и более ничего не бьется по вам, то есть у вас нет нерелевантного опыта, ни опыта работы в подобных структурах, тогда будет сложно. Опять же, подчеркну, все зависит от конкретного кейса. Отсутствие какого-либо момента, кроме шестимесячной выписки, это не повод, чтобы не останавливаться и не идти в Эмиратский банк. Это вот за шесть месяцев, да, нам постоянно будут тыкать в эту дату и говорить, ждать, ждать, ждать. Все остальное обсуждаемо. Все остальное обсуждаемо с рамок, ну, как бы с позиции здравого смысла и логики. Если это можно доказать логически, почему у вас не было, нет и не будет некого домашнего бизнеса в той стране, откуда вы приехали, то банкиры это могут воспринять. Они не слишком зашорены и не отличаются какой-то повышенной кондовостью. Надо дать логическое объяснение, почему у вас этого нет. Андрей дальше прокомментировал, он написал, что у него IT-компания, тут я сейчас не до конца поняла, что все-таки есть домашняя компания или нет, и работает исключительно удаленно с контракторами и аутсорсерами. Да, нормальная схема, мы много таких открывали в платежных системах. Каждый IT-шник, да, часто, как и любой сотрудник консалтингового бизнеса, может создать свою компанию. Это достаточно нашей индустрии. Ну, не то, чтобы не сложно, но это сделать проще. Если бы вы пришли из сферы металлургии, там больше вопросов, честно скажу. Где ваш завод называется. Если вы IT, и вы поняли, что вы вышли на уровень, когда ваши партнеры не готовы вам уже платить на личный счет, а это бывает сплошь и рядом, и мы с таким сталкиваемся постоянно, то да, я думаю, что мы достаточно легко донесем до банка, почему первый опыт бизнеса у вас возникает именно в Эмиратах. А нет некого домашнего бизнеса. Где вы раньше там работали, может быть, в серой зоне, работали на кого-то, работали как ИП, но вы просто выросли из этих рамок. В любом случае, на международный уровень, уровень открытия счетов зарубежных банков приходят же не все клиенты, которые начинают свой бизнес в Польше, в России, в Румынии, во Франции. Многие так и остаются, работая на уровне локальных банков. И им этого вполне хватает. Вы дорастаете до определенного уровня, вы понимаете, что у вас меняется объем ваших связей, объем задач, объем поставщиков. Они всем уже могут быть там ни в одной области, ни в одной стране. И вы понимаете, что вам нужен счет зарубежом. Так и здесь, Андрей. Вы переросли какой-то уровень, у вас появилось необходимость создания компании. Это для банка понятно, это он может принять, и мы это можем донести. Проблемой не будет. Неким замедлением, небольшим, да. Но не проблемой. Мы пока на все вопросы ответили. Аджман банк? Да. Переходим к одному из, наверное, моих самых любимых аджман банков. Я очень люблю банкиров, которые в Аджмане. Они молодцы, они отвечают даже, когда они в отпуске. Сегодняшний пример. Мы там человека просто практически с пляжем вытащили, чтобы обсудить клиента. Аджман банка. Банк небольшой по эмиратским меркам, как и эмират, где он находится, весит там порядка 15-20 миллиардов долларов активов у него под управлением. Неснижаемые остатки на счете, ну, достаточно ощутимые. Порядка 70 тысяч долларов, но это покрывается рядом плюсов, которые я расскажу чуть позже. Банк берет как Мейланды, так и фризоны с российскими паспортами. Платежи в РФ, ну, наверное, под фидбэком от большинства клиентов, этот банк входит, наверное, там в топ-1 по платежам и прием платежей из Российской Федерации. Пока все очень адекватно. Сколько это продлится, ну, большой вопрос. Самое главное преимущество Аджмана. Невероятно лояльное отношение и невероятная скорость в открытии счетов для Мейландов. В среднем это занимает 5-7 рабочих дней, рекорд 3 дня, плюс клиент сразу получает доллары и дирхамы. Евросчет у банка открывается чуть позже, но, в принципе, если очень попросить банкира, то могут открыть сразу. Наверное, это основное, что нужно ему сказать. Это если хороший, хороший, хорошая скорость по открытию Мейландов. Если у вас есть Мейланд, вы идете к нам, а мы идем в Аджман. И мы действительно сделаем это вам очень-очень быстро. Вы улетите из Эмиратов, либо там останетесь. Если у вас планы связаны с дальнейшим пребыванием, буквально в течение недели у вас появится рабочий счет. Более скоростного решения по Мейландам у меня в Эмиратах пока нет. И это подтверждено реальной практикой. Требования адекватные. Я бы не сказал, что сильно как-то выкручивают руки. По Мейландам особо даже вопросов не возникает. Там я не помню, что у меня сильно просветили подтверждающие документы. Ну, было что-то, но очень-очень лояльно. Также берут фризоны. Фризоны там уже такие на общих началах эмиратских. Два-два с половиной месяца. Ну, набор документов стандартный. Вы видите из списка ютилки. В принципе, офис с офиса принимает. Ну, и флекси тоже можно попробовать. Фризоны с флекси тоже теоретически попробовать можно. Ну, и нежелательно. Ну, флекси вообще нежелательные. Я уже последние полгода про это говорю постоянно. Банк Миср. Достаточно новое для нас направление. Мы сейчас с ним активно работаем. В принципе, в основном... Ну, Миср это египтский банк. Он гигантский банк в Египте. Аналог нашего Сбера. В эмиратах он представлен давно. Это независимый банк с независимой лицензией. Он существует с 1974 года. Банк интересный. Его часто выбирают себе как некий такой запасной банк из-за ряда особенностей. Особенности в основном связаны с открытием счетов. В обязательном порядке открывается личный счет бенефициара. Это обязательное требование. Далее нюанс касается неснижаемого остатка. Банк не требует держать неснижаемый остаток на счете за время существования счета. Банк делает как будто по себе разовый заработок. В каком виде? Так как МИСР себя последние годы позиционирует как инвестиционный банк. В его понимании инвестиционный банк. Он просит завести на личный счет бенефициара сумму эквивалентную к 200 тысячам долларов США. На эти деньги банкир предлагает ряд вариантов по приобретению ценных бумаг. Это могут быть и американские трежерес. Могут быть и бумаги местного рынка. с биржи в Абудабе на срок примерно 10 дней. Это минимально, что возможно по местным бумагам. Примерно месяц-два. Далее, как вы сами решаете. Потом вы имеете полное право эти бумаги продать, если вас устраивает текущая их стоимость. Банк свои зарабатывает от суммы кастоди примерно 2-3% от суммы 200 тысяч. И на этом успокаивается. Деньги, которые у вас возникли на счете после продажи ценных бумаг, вы можете использовать в бизнесе. И банк более не просит держать 10, 50, 200, 500 тысяч долларов на счете. Это большой плюс. Это, кстати, большой плюс. Понятно, что многие опасаются заводить такую сумму в ценные бумаги. Но, в принципе, сроки 10 дней в месяц достаточно короткие. Не самые длинные позиции, которые позволяют эти бумаги потом продать. Безусловно, вы несете заранее заложенные убытки в размере оплаты услуг банка по покупке и продаже бумаг. Плюс курс этих бумаг может колебаться. Но, в принципе, банкер предлагает достаточно консервативные обликации либо местных эмитентов, либо международных эмитентов. То есть не какие-то волатильные бумаги. Это интересная особенность банка. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Здесь каждому свое. После того, как этот кейс провернут, банк купил бумаги. Клиент завел деньги, банк купил бумаги. Буквально занимает 5-7 дней, открываются корпоративные счета. Средний срок открытия счета, если все делать быстро, можно уложиться буквально в месяц. По поводу платежей с России. С России работают сейчас неохотно. В прошлом году платили хорошо, сейчас платят сложно. Платят только в дирхамах. Каждый платеж смотрит. То есть как канал для работы с Россией, достаточно такой вдумчивый канал. Плюс только в дирхамах. Политика банка в этом году поменялась. Счета дают сразу доллар, евро, дирхам. Плюс есть возможность открыть счет в китайских юанях. Это тоже немаловажно, это хороший такой бонус для клиентов, которые используют счет в эмиратском банке, как некий перевалочный при расчетах с китайскими партнерами. Поэтому банк NISR, он такой необычный, он не совсем типовой в этом ряду. Но у него есть свои плюсы, свои, безусловно, минусы. И завершающий банк в нашей цепочке, где мы также открывали счета, это Emirates Islamic Bank, почти стопроцентная дочка Emirates NBD. Банк появился не так давно, в 2004 году. Это Исламский банк, банк, руководствующийся нормами шариата. Что по требованиям? Требования достаточно умеренные. Остатки, желаемые банком, это 30 тысяч долларов, неснижаемый остаток, если вы хотите работать через support, без личного менеджера, и 70, если вам нужен живой человек, с которым можно пообщаться. Мы рекомендуем всегда все-таки второй вариант, потому что support он и в Европе, часто говоря, не подарок был в Emirat. Это вообще отдельная вещь. Да, вот Софья смеется. Мы часто после открытия счета помогаем клиенту ввести некую наладку. Как войти, как платить, как найти что-то. Поэтому лучше все-таки положить 70 и общаться с живым человеком. Счета открывают и для мейландов, и для фризон. Банк любит мейланды, что есть, то есть у них. Это платежи из России, в Россию также доступны. Срок открытия, ну, вы знаете, по-разному. От 10 дней до 2 месяцев. Зависит от вашего бизнеса. В этом банке были реализованы кейсы, на мой взгляд, очень сложные. Были реализованы кейсы для компаний, которые в нем работают в сфере золотодобычи, золотопереработки. Вот такой клиент, это хорист по умолчанию. Многие его не хотят брать от слова совсем, но в этом банке у нас удалось получить, получилось открытие им счета. По требованиям, я уже отчасти их рассказал. Платежи из России на данный момент, да, только евро возможны. Также требуются выписки из банков Беларуси, России, Украины с мокрой печатью, нотариальным заверением, английским переводом. Офис Флекси не хотят принимать. В офис пока не ходят сами, но 2-3 фотографии надо показать. И вот твою копилочку для фрилансера банк счета открывать не хочет, не любит их за что-то. Плюс, также банк не берет счета с видом деятельности General Trading. Это также надо учитывать. В принципе, банк, я считаю, неплохой такой, хороший среднестатистический эмиратский банк, куда можно попробовать зайти с компаниями из сложных таких high-risk видов деятельности. Я не имею в виду какое-то развлечение и прочее. Но, допустим, золото, кто-то с нефтью, газом, да, это обсуждаемо. Вот этот банк можно использовать, можно и нужно использовать, благо есть уже опыт открытия подобных счетов. Коллеги, гости, в принципе, я пробежался по полудюжине банков, с которыми мы имели успешный опыт по открытию счетов. На этом как бы основная такая содержательная часть моего выступления закончена. Если у вас есть вопросы, какие-то вопросы остались, вы можете их задать, благо время еще позволяет. Если по каким-то причинам вы либо не успеете задать свои вопросы, либо постеснялись спрашивать онлайн, всегда можете обратиться к нам, контакты наши на экране ваших мониторов. Будем рады с вами это обсудить в индивидуальном порядке. Андрей спрашивает, если банк российский и Украина выдают выписку на английском языке, то нужен ли будет нотариальный перевод? Российский банк, Украина выдают выписку? А по какому российскому банку в Украине выписку хотите получить? Если банк с Россией и Украиной. Я так понимаю, речь либо о российских, либо о украинских банках. Я думаю, речь больше, наверное, об украинском переводчике. Наверное. Ну, я бы тогда просто посоветовал не рисковать так к Украине, уехать в Турцию и переводить там, наверное, да, чтобы не показывать связи с Россией. Нет, если украинский банк, российский, белорусский, да, то нужна выписка. Нет, она сразу предоставляется на английском языке. В какой-то случае банк примет ее? Да, только заверить еще и печатью банка, и банк ее примет. Живой печатью банка. Украинский приватбанк? Ну, понятно, да. Они делают выписку на английском, да, Андрей, вы правы. Просто еще печатью банка заверяете, и этого будет достаточно. Уважаемые слушатели, по итогам нашего вебинара вам всем будет предоставлен доступ к нашему вебинару. Сможете его прослушать потом, позже, если потребуется. И также напоминаю вам, что вы можете подписаться на наш телеграм-канал, на наш ютуб-канал. Если вам понравился сегодняшний вебинар, поставьте нам, пожалуйста, лайки. Нам будет очень приятно. Наталья, у нас интересуется, принимают ли сейчас банки в Эмиратах евро из Газпромбанка? У нас вопрос хороший, да. Они Газпромбанк, Наталья, считают санкционным банком, поэтому лучше бы из Газпрома я не ставил платеж. Попробуйте из другого банка. У нас не то, что платежи, у нас выписки оттуда отказываются принимать. То есть в их понимании Газпромбанк – это санкционный банк. Ну, по крайней мере, у тех банкиров, с которыми мы работаем. Я пока вопросов больше не вижу. Ну, если, наверное, вопросы всякли, давайте тогда прощаться, не тратить время на наших уважаемых гостей. Опять же, было очень приятно, что кто-то в эти жаркие летние дни, хоть и немножко дождливый, провел с нами этот час. Большое вам спасибо и надеюсь, что в ближайшее время мы вас порадуем новыми вебинарами. Да, ну, Наталья продолжила комментировать. Она написала, что да, этот банк под санкциями в отношении Газпромбанка – это филиал Лихтенштейнского банка. Я, честно говоря… Филиал Газпромбанка в Лихтенштейне. Хороший вопрос, если, в принципе, это действительно… Наталья, можно сделать проще. Вы мне напишите после вебинара. Я просто кому-то из банкиров в Эмиратах, так знаете, на абсолютно дружеских началах закину там с их Титлбанк и спрошу, возможно ли прохождение платежа из Лихтенштейна в Дубае от бранча Газпромбанка в Лихтенштейне. Если это возможно, мне достаточно быстро ответить, я надеюсь. Очень приятно видеть такие комментарии. Юрий написал спасибо за то, что мы есть. Спасибо, Юрий, большое. Спасибо большое, Юрий, да, очень неожиданно. Спасибо за таких слушателей. Сергей, вы спрашиваете наши контакты. Обратите, пожалуйста, внимание на ваш монитор. Там указываем телефон Ивана, электронную почту Ивана и в том числе и маэри. Собственно, точно так же, да. Можете обратиться прямо по завершению этого вебинара, мы практически всегда на связи. Эдуард спрашивает, при открытии счета примут ли выписки из Альфа-банка? Нет. Я немножко поясню, Эдуард, смотрите. В качестве единственных выписок не примут. Что мы делаем в некоторых банках? Мы прикладываем выписки из Альфа-банка, из ВТБ, из БЕР, и банкиры их берут, прячут свои заначки. То есть некое подтверждение того, что в этих банках идет активная работа. Но параллельно надо открывать счет в любом несанкционном банке, переводить туда какую-то часть потоков. И остаток по счету, который пойдет в Дубай, надо показывать именно в несанкционном банке. Солидарность, Авангард, Абсолют, Райфайзен. Но приложить как некое подтверждение, что у вас действительно мощный активный бизнес, и исторически вы обслуживаетесь в одном из российских топ-банков, который влетел под эти санкции, да, это возможно. Где-то мы прикладываем, где-то не упоминаем от слова совсем. Но в единственном варианте выписки из Альфа не пройдут. А за какой период необходимо? Шестидесят. Ну что, всем вам спасибо большое. Несмотря на лето, на самый разгар сезона отпусков, вы были очень активны, чему мы безумно рады. Ждем ваших уже личных вопросов нам на WhatsApp, по телефону, на почту, по любому удобному для вас средству связи. Спасибо вам большое. Большое спасибо. И хороших предстоящих выходных. До свидания. До свидания. До следующих встреч.